Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондразенок и сегодня мы с вами поговорим о самой первой защитной обработке в этом году. Пригрело яркое солнышко, потеплело, появились первые бабочки, растаял снег и вместе с первым теплом в наших садах появляются и первые вредители, а также активизируются различные болезни, которые перезимовали на опавшей листве, на коре деревьев, на оставшихся на деревьях мумиях. И сейчас очень важно перехватить вот этот вот авангард вредителей и болезней, которые вступают в наш новый вегетационный сезон. Что мы можем сделать и с кем мы будем бороться? Самый опасный вредитель, который сейчас просыпается для груши, это медяница. Очень маленькая мушка, личинки которой способны превратить ваши грушевые сады в обугленные, в прямом смысле слова, скелеты. Высасывая все питательные вещества, личинки медяницы загрязняют своими выделениями листву, из-за чего она выглядит закопченной, побеги становятся тоже черными и даже плоды становятся как будто замазанными сажей. Это очень неприятно и сильно ослабляет растения. Но самое страшное это то, что медяницу можно перехватить только сейчас, потому что личинки ее очень надежно защищены медвяной росой от инсектицидов. Второй опасный вредитель для всех плодовых культур, который просыпается именно сейчас, это всем известный цветоед. Нет большего горя для садовода, чем, надеясь увидеть цветущие деревья, обнаружить засохшие бутончики с личинкой внутри. Цветоед – маленький жучок-долгоносик, который именно сейчас уже вовсю гуляет по веткам, выбирая себе бутоны будущие для размножения. Также просыпается тля, просыпаются различные клещи. После зимы они все немногочисленны, ослаблены. И если мы успеем своевременно провести обработку до того, как они отложат свои яйцекладки на листья, мы успеем значительно сократить их количество и уменьшить затем себе хлопоты в течение всего сезона. Успейте провести обработку именно сейчас, в период набухания и распускания почек, и ваш сад будет иметь гораздо меньше проблем в течение всего вегетационного сезона. Из болезней в это время активно рассеиваются споры парши яблони, парши груши и, наконец, гроза всех косточковых, дырчатая пятнистость. Именно она вызывает образование на стволах, на ветках абрикоса, алычи, других косточковых некрасивых язв, особенно страдает абрикос. Именно дырчатая пятнистость превращает листья наших косточковых в кружево. Чтобы этого не произошло, именно сейчас очень важно провести обработку комплексную и от болезней, и от вредителей. Какие препараты можно использовать весной? Во-первых, это, конечно, всем известные препараты меди. Бордовская жидкость, азофос, медекс, купраксат, их большое количество. И ваш выбор, что использовать. Но только следует помнить, что препараты меди, препараты контактные. Пока он лежит на поверхности, он работает. Но если прошел сильный дождь, препарат часто смывается, если в нем нет прилипателей. И требуется повторная обработка. Из синтетической химии именно сейчас очень хорошо обработать свой сад хорусом. Это низкотемпературный препарат, который работает при температуре плюс 5, плюс 6. Другие препараты такой эффективностью, к сожалению, не обладают. Биопрепараты в весной, весеннее время применять, к сожалению, неэффективно. Чтобы они работали и действительно оказывали влияние на вредителей, на болезни, должна быть высокая температура воздуха. Почва должна хорошо прогреться, воздух хорошо прогреться и температура должна быть не меньше 16-18 градусов Цельсия. А по ночам у нас, к сожалению, заморозки. Поэтому сейчас для борьбы с болезнями сосредотачиваемся в первую очередь на классических фунгицидах. Препараты меди и низкотемпературные препараты типа хоруса. Для борьбы с насекомыми я рекомендую проверенные уже всеми Актору, либо ее аналоги, такие как Конфидор, Командор, Фуфанон и так далее. Желательно брать препараты инсекто-окорицидного действия, комплексного, которые одинаково хорошо справляются как с клещами, так и с насекомыми. Вы можете совместить в одной баковой смеси Актору, например, и Хорус. Таким образом, сэкономив и силы, и время, и повысив эффективность своей работы. Процветание вам и вашему саду. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и спасибо за то, что вы по-прежнему с нами. А с вами Юлия Кондратьевна, кандидат сельскохозяйственных наук. До новых встреч!